В клубе «Активное долголетие» проходят занятия по вязанию. Жительницы городского округа Люберцы не только учатся этому мастерству, но и активно участвуют в благотворительных проектах. Изделия, созданные своими руками, члены клуба передают больным детям, а также военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Какие еще подарки они передают защитникам Донбасса, расскажет наш корреспондент. Ждем вашего возвращения с любовью к вам, ваши родные души. Город Люберцы, Сидорова Мария, Московская область. Письмо солдату Мария Сидорова бережно складывает в треугольник. Послание на фронт жительница Люберец прячет вот в этих связанных ею носках. Теплый душевный презент скоро отправят тем, кто сейчас вдали от дома. Защищает Отечество на передовой. Так как я мама троих детей, сыновей, именно сыновей, и одного сына. Один сын перешел в иной мир, поэтому у меня сердце разрывается. Будем за них молиться, чтобы они пришли и вернулись домой. И чтобы в мире нашем был мир, любовь, покой, спокойствие и радость. Заниматься благими делами участницам клуба «Активное долголетие» не впервой. С сентября прошлого года они вяжут пледы и шапочки для недоношенных младенцев и для детей, страдающих онкологией. География добрых посылок расширилась. Теперь такие подарки получают и малыши Донбасса. Мы вяжем это с добрым сердцем, с душой, теплыми руками, потому что мы все бабушки. Идея вязать вещи для защитников и детей Донбасса принадлежит Люберецкому отделению Союза женщин России. Проект поддержала фабрика «Пихорский текстиль». Безвозмездно предоставляет пряжу. Мы между собой всегда говорим, что в Союзе женщин сила и пихорка, которая нас связала. Потому что очень много проектов, которые реализуются, и мы благодарны нашим долголетам, которые это активно принимают. Ветеран Великой Отечественной войны Александра Петровна Клёнова занимается рукоделием всю жизнь. До военной спецоперации на Украине создавала коврики для бездомных животных. Сейчас вяжет носки для фронта. Жалко солдатиков, воюют там они за нас. А вязать я люблю, пока вот есть у меня зрение, здоровье. С начала спецоперации жительницы городского округа Люберцы связали более 400 парносков и тысячи детских комплектов. Делать добрые дела никогда не поздно. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.